Федорчука, убийство Гороховского, приезд господина Хан Саяни. Что еще? Покупка картины. Покупка картины за 25 тысяч долларов. Что все это значит? С Гороховским ясно. Он мешал раскрутке Федорчука. Принято. Туда же относим приезд знатного господина и покупку за 25 тысяч. Зачем нам раскрученный Федорчук? Контрабанда. Какая связь? Подменит картину и за границу поедет не мазня Федорчука, а что-нибудь очень серьезное. Согласен. Ваш ход. Господин Филиппов. В компьютере все, что объявлено в розыск. Размер наш? В нашем размере 48 на 52. Всего три картины. Одна из них на доске. Отпадает. Остаются две. Музыкант Дюрера и голубой натюрморт Вермеера. Натюрморт похитили сравнительно недавно, в 67-м, из музея Колон. А Дюрер находился в Германии, в замке Холсбург. Исчез в 45-м году. Есть подозрение, что был вывезен в Россию. Сумма какая-нибудь проставлена? В ценах 85-го года. Сколько? Два миллиона долларов. Ничего себе. Хорошо, хорошо. Так. Значит, сегодня... Все три. И все же непонятно. Зачем им бездарный Федорчук? Не проще ли господину Яне купить для своих темных делишек картину приличного художника? Для господина Яне действительно проще. Но у него есть русские партнеры. Скорее всего, банальные уголовники. А у них рука не поднимется. Отдать за картинку. Несколько десятков тысяч долларов. А глупому иностранцу они внушают, что Федорчук... Модное, раскрученное имя. Восходящая звезда. Вот тут им помешал Гороховский. И заплатили 25 тысяч долларов за Федорчука? Господи, да весь этот аукцион спектакль. Я же слышала, как там у Федорчука отбирали чек. А вы, мадемуазель, вели себя неосторожно. Но об этом мы еще поговорим. Теперь, что касается персоналей. Итак, какие будут мнения, господа? Кем назначим художника Федорчука? Лохом или злодеем? Лохом. Согласен. Галерейщик Перепелкин. Тоже лох. Так, понятно. Номер шесть на аукционе. За ним пошли оперативники по вашей наводке, но пока без результата. Результат уже есть. Винников Игорь Мартынович, 63-го года рождения. Проживает, не прописан, проходил по делу о группе лохотронщиков. Так он профессиональный каталок. И это тоже. Профессиональный карточный шулер. Богатая биография. Что-то мне это напоминает. С каким-то Игорем болтал по телефону Ханс Яни. А где у меня та распечатка его разговоров? Вот, есть такой Игорь. Ханс Яни трижды звонил ему на мобильник. По номеру. 9-85-33-12. Момент, господа. Так. 9-85-33-12. Совпадает? Совпадает. Итак, подведем итоги, господа. Мы знаем кто. Мы знаем что. Мы не знаем как. Как.